Широкая Масленица в Захарова по праву считается самой лучшей в Подмосковье. Этот год не стал исключением. За время проведения праздника сложилось много устойчивых традиций, которые каждый раз обретают новый размах. Сюда приехали тысячи людей, чтобы получить свою порцию веселья, солнца, песен, гостинцев и, конечно же, румяных блинов. Прекрасный, светлый, хороший праздник Масленица Широкая. И вот тут прекрасно, что она так классно, так здорово, так широко отмечается в Одинцовском районе. Самая, я думаю, самая крупная Масленица в Московской области. Поэтому газовики не остались в стороне. Мы сегодня тоже здесь. Сегодня Мособолгаз вместе с теми отмечает этот прекрасный праздник. Масленичная поляна превратилась в старинный русский двор, внутри которого для гостей были приготовлены самые разные аттракционы и развлечения. Ледяная горка, богатырский стан с молодецкими забавами, рыцарские сражения на мечах и топорах, кулачные бои, комплекс деревянных качелей и театральное представление петрушки из комароха. Любой желающий мог попробовать старинный сбитень, научиться стрельбе из лука или игре на гуслях, забраться на масленичный столб с подарками, ну или покататься на оленях или собачьих упряжках. Всех с таким замечательным народным праздником, посмотрите, сколько нашего населения пришлось, с каким хорошим настроением. Вот эти все русские традиции, сегодня все они, мне кажется, здесь, на нашей замечательной Захаровской поляне. Поэтому всех с праздником, хорошего настроения, здоровья, счастья, благополучия семейного. На хуторе Диканька гости попадали в атмосферу настоящей украинской деревни. Здесь можно было попариться в русской бане, покормить с рук домашних животных и попробовать себя в роли кузнеца. Вошедшего в главную избу, сразу гостеприимно сажали за стол и старались уважить не только угощениями, но и прибаутками. Вечера, как известно, в Диканьке проходят душевно, хлебосольно и с песнями. С утра на поляне заработала ярмарка товаров со всей страны. Ярославль представил деревянные статуэтки и игрушки, Псков – коллекционные изделия из капа и сувеля, Новгород – изделия из бересты, из Костромы привезли бочки, катки и кружки. Подмосковные мастера предложили павлопосадские платки, московские – русскую народную одежду и головные уборы. У мельца из Твери – музыкальные инструменты. Санкт-Петербург похвастался литьем и ювелирными украшениями – тула, изделиями из лозы и самоварами. Пушкинские места, и прям я вот чувствую, одна фамилица. Вот чувствую. Во-первых, настроение потрясающее. Во-вторых, очень много родителей с детьми, с семьями люди встречаются, общаются. И если уж мы говорим о том, что как важно соблюдать традиции, вот эта Масленица – это замечательный праздник, это наш древний, замечательный праздник. В праздничной программе главной районной Масленицы выступили народный артист России Владимир Девятов и заслуженный артистка России Варвара. В середине гуляний в центре поляна образовался большой круг народных коллективов для шуточной битвы хоров. Хорошая организация и высокий уровень подготовки сделали воскресный день незабываемым для всех гостей Тарандеевской Масленицы. Екатерина Стросветская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.